всех приветствую в нашем сегодняшнем уроке сегодня я вам покажу как вяжется вот такой красивый узор с бабочками такой узорчик идеально подойдет для вязания кофточки очень красиво смотрится для того чтобы связать такой узор нам необходимо набрать количество петель кратно 10 плюс 2 кромочных один раппорт у нас состоит из 10 петель у меня набрано 17 петель и мы приступаем к вязанию первую кромочную петлю мы снимаем далее провязываем 5 изнаночных петель 3 4 5 следующие 5 петель мы снимаем не провязывая нить оставляя перед петлями перед вязание снимаем как при изнаночном вязание 1 2 3 4 5 5 петель сняли и нить перед работой следующие 5 петель мы провязываем изнаночными последние тоже провязываем изнаночной когда снимая снимаете вот эти петли вот эту вот ниточку сильно не стягивать чтобы она была вот растянута именно по всей длине этих 5 петель следующий ряд четный мы вяжем все четные ряды вяжем изнаночными петлями начиная со 2 и далее все четные ряды провязываем изнаночными петлями вяжем до конца изнаночными петлями последнюю петлю тоже провязываем изнаночными петлями далее повторяем 5 изнаночных 5 изнаночных и опять 5 петель снимаем не провязывая нить оставляя перед вязанием так нам нужно связать 8 рядов то есть 4 ряда по лицевой стороне и 4 по изнаночной стороне и опять 5 изнаночных следующий ряд вяжем изнаночными петлями все четные ряды провязываем изнаночными петлями итак мы провязали 8 рядов и у нас получилось по лицевой стороне 4 вот таких вот протянутых ниточки дальше вяжем следующим образом первую петлю снимаем и 5 петель снимаем не провязывая 3 4 5 нить оставляем перед работой также далее 2 петли изнаночных и дальше правой спицей подцепляем вот так снизу вверх вот эти все четыре ниточки и провязываем их со следующей лицевой петлей со следующей петлей провязываем лицевой петлей вот таким образом еще раз подцепляем правой спицей вот эти четыре ниточки и провязываем лицевой петлей со следующей петлей и снимаем и вот у нас получился получилась вот такая бабочка дальше провязываем 2 изнаночных и следующие 5 петель опять снимаем не провязывая 2 3 4 5 нить оставляем перед работой последнюю петлю провязываем изнаночной вот у нас получилась вот такая бабочка дальше вяжем опять ряд изнаночных 1 2 провязываем до конца ряда все четные ряды изнаночными петлями снятые петли тоже провязываем изнаночными следующий ряд кромочную снимаем и 5 петель 2 3 4 5 снимаем не провязывая раз два три четыре 5 нить перед петлей следующие 5 петель мы вяжем изнаночными петлями так и опять 5 петель снимаем не провязывая последнюю провязываем изнаночной теперь мы будем чередовать вот эти бабочки они идут в шахматном порядке опять вяжем ряд изнаночных до конца ряда провязываем изнаночными петлями и по лицевой стороне опять повторяем кромочную снимаем 5 петель снимаем не провязывая нить оставляем перед работой далее 5 петель изнаночных 5 изнаночных и опять 5 петель снимаем не провязывая нить перед работой так следующий ряд опять провязываем изнаночными весь ряд провязываем изнаночными и еще один ряд провязываем по лицевой стороне кромочную снимаем 5 петель снимаем не провязывая нить оставляем перед работой 5 изнаночных и 5 петель снимаем нить оставляем перед работой вот у нас получилось 4 дорожки вот таких следующий ряд провязываем изнаночными вяжем до конца ряда изнаночными петлями так провязали и сейчас мы будем делать эту бабочку так первую петлю снимаем дальше провязываем 2 изнаночных 2 изнаночных далее правой спицей вот так подцепляем все эти 4 дорожки и провязываем их со следующей петлей лицевой петлей протягиваем лицевую и под эти вот дорожки и снимаем 2 изнаночных дальше 5 петель снимаем не провязывая 2 3 4 5 нить оставляем перед петлей перед вязанием 2 петли следующих изнаночных и опять правой спицы подцепляем вот так все эти дорожки и провязываем со следующей петлей лицевой петлей подцепляем и вот так протягиваем и снимаем и 2 изнаночных последнюю петлю тоже изнаночных вот у нас получилось опять две таких вот бабочки провязываем ряд изнаночными полностью весь ряд изнаночными петлями изнаночный ряд и далее продолжаем с первого ряда следующие 5 петель провязываем изнаночных 5 петель снимаем не провязывая нить перед работой и 5 изнаночных и чередуем их вот в таком вот шахматном порядке вяжется просто и оригинально смотрится вот такой вот узорчик если вам понравился урок ставьте пальчики вверх подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео всем пока